Ну, давайте тогда начинать. Ну, надеюсь, мы где-то в час, час-десять минут уложимся. Лекция была более адаптирована и сокращена в некоторых местах, так что вот. И, ну, давайте начнем с того, чтобы мы повторили, что вообще было на прошлой лекции. Ну, у нас был мозг, парламент, мы его так называли, он там делится на сознательное и бессознательное, и у нас у сознательного всего, условно, если парламент мозг, всего три там голоса из 203, а остальное все принадлежит более бессознательным. И также мы выяснили, что сознание имеет три характеристики. Это избирательность, малозадачность. То есть можно только в один момент времени сознанием лишь примерно три таких объекта держать в голове. Ну, три плюс-минус, больше нельзя. Потом с подсознанием, то есть у нас подсознание, оно влияет на то, что мы замечаем сознанием, и также сознание может влиять на вот эти пацанальные процессы. И упрощенности — это тема, по которой была даже наша ДЗ. У нас возникает, мы часто, ну, любим мыслить более шаблонно, и это, в свою очередь, упрощенно, и это, в свою очередь, приводит нас к когнитивному диссонансу. То есть когда то, что мы говорим одно, а делается другое, ну, вот такое несоответствие. Там был пример про культу НЛО, как у людей тоже возник когнитивный диссонанс, некоторые еще больше уверились в культу НЛО, другие просто бросили это дело. И решение у нас не объяснение констатации. Так, и еще прежде этого, так, я бы хотел немного сказать насчет ДЗ. Да, как вы знаете, у нас есть некие домашние задания, на это, я думаю, не уходит много времени, и зачастую его можно совмещать с общением с людьми. То есть вы выходите, не знаю, поужинать, поговорить с кем-то, и можете это уже делать ДЗ. Просто потом, после разговора, 10-15 минут написать о том, что происходило, как спрашивали. И думаю, это несложно. Также я бы хотел сказать, что у нас сейчас примерно мне скинуло ДЗ около 15 человек. Я напишу вам ответные письма на этой неделе, выходные, и жду от остальных. Потому что по этому ДЗ потом мы будем брать attendance. И если, как я говорил ранее, два или более раз вы не сделаете ДЗ, то это для меня будет означать, что вы не смотрели лекцию, и, в общем, могут быть проблемы у вас с доступом на эти лекции. Потом я, может, даже буду опубликовать списки тех, кто пишет, а кто нет. Ну, кто пишет просто. И, ну, это насчет все. И давайте на нашу как вторую лекцию память и мышление, как думает мозг. И сегодня мы узнаем, что такое память. Звучит интересно. Есть ли у вас мысли по этому поводу? Так, можете в participants поднимать руку или вписать в чат. Умственная жвачка, не Деген Нарсея. Давай, достану. Когда говорят умственная жвачка, мне в первую очередь приходит в голову песня, которая застряла в голове. Ну, типа такого. Первый. Ну, да, и есть, ну, с песней это вообще, это тоже отдельная тема, и это довольно сильная умственная жвачка, но узнаем, насколько еще полезна она. А есть еще, какие еще бывают умственные жвачки? Вот такой вопрос. Кто как думает? Можно ли считать мысли перед сном, как умственная жвачка? Ну, тут интересно, смотря, то есть, жвачка, то есть, почему жвачка? То есть, жвачку вы постоянно как жуете, ну, жуете, да, и она как пища, то есть, она не идет. То есть, ее обычно не кушают, ее постоянно жуют, и, да, вот, вот так хорошо подметила, это когда мы одну и ту же мысль постоянно пережевываем, то есть, и нет этой мысли до какого-то конца. Вот, ну, в целом вы, да, угадали и поняли. Так, и первое, я хочу, чтобы вы сейчас прочитали два утверждения. Вот, первое утверждение. Все, что мы узнаем, навсегда сохраняется в нашем мозге, хотя иногда некоторые детали оказываются недоступными. Однако с помощью гипноза и других специальных методов эти недоступные детали все-таки можно восстановить. Ну, гипноз, вы знали, там бывают сеансы, когда люди что-то вспоминают и так далее. Тут тоже распространено. И второе утверждение. Некоторые, тут вообще не должно быть слова «но», но, в общем, некоторые детали, которые мы знали, могут навсегда стираться из памяти. Такие детали никогда не удастся восстановить ни с помощью гипноза, ни с помощью какой-нибудь другой специальной методики, потому что их просто больше нет в памяти. И сейчас я хочу, чтобы вы просмотрели, какое из этих двух утверждений вы считаете более как верным. Первое, что пришло в голову, можете сказать в чате или можете написать в чате первое или второе, какое оно верное. Или можете поделиться своими мыслями. Ну, тут так, первое, второе. Давайте, ребята, это стесняйтесь, можете написать в чате. Если судить по фильму «Люси», который вышел, кажется, в 2012 году, совсем неправдоподобный фильм, но все равно, то там был момент, когда она вспомнила вкус маминого молока. То есть, учитывая этот фильм, я могу сказать, что первое – это правда. Ага, хорошо. Источник так себе, признаю. Ну, да. Ну, не, любые источники подойдут. Главное, чтобы вы подумали, что является правдой. Ведь это же, по сути, важно, да? Ну, важно знать, потому что, если первая правда, то можно, в принципе, пользоваться этим очень сильно. То есть, родить гипноз, вспоминать все это. А второе, правда, тут не совсем так. И давайте тогда… Да, гипноз может быть терапией. Но давайте сейчас все-таки вот вы в этой лекции еще есть дополнительная информация, что, знаете, в где-то 80-х годах у нас психологи, около 70% не психологов, то есть, это люди, у которых есть высшее образование, и они занимаются чем-то другим в 70-х, 80-х. Они сказали, что вот 70% этих людей в вопросе сказали, что первое утверждение… Ой, да, что верно первое утверждение. И также примерно 80% психологов в то время говорили, что первое утверждение тоже верное. И давайте сейчас узнаем, правда ли это. Так. И первый тезис, который мы тут пишем, память не кинопленка. То есть, память не целостна и не статична. И это уже как бы тезис говорит о том, что первое наше утверждение, что вот гипнозом мы можем любое вытащить, воспоминания и так далее, это неверно. То есть, это не что-то такое статичное, память постоянно меняется. И давайте посмотрим вообще, почему так. Есть с позиции уже биологии наши, у нас есть разные части мозга. И, соответственно, у нас каждая, скажем так, каждый вид информации сохраняется в разных частях мозга. И, допустим, слуховая в височной доле, а в затылочной – это зрительная информация в основном. И, то есть, у нас нет областей в мозгу, где было записано было целое событие. Вся информация разделяется. Ну, условно, вы можете посмотреть на это зеленое яблоко, да? У вас, может быть, у вас нет такого готового зеленого яблока в голове. У вас есть где-то цвет зеленый, у вас есть где-то форма такая, как яблоко. Есть где-то вкусовые ощущения, там, запахи и так далее. Все это отдельно хранится. То есть, первое, то что, да, вы должны запомнить, что наша память, она фрагментированная. Она не что-то такое полное сразу. И у нас есть такая штука в голове, гиппокамп, которая отвечает за воспоминания о воспоминании. То есть, я ранее сказал, что у нас разные части информации хранятся в разных местах. И этот гиппокамп, он как бы собирает с этих разных мест информацию, у нас получается полный образ. То есть, он собирает, допустим, о яблоке его цвет, форму, другие ассоциации, и придает ему вот такую вот форму яблока, то есть, когда мы вспоминаем яблоко. Так, да, и этот гиппокамп, он похож на морского конька. Ну, на этой картинке он не сильно, может, и похож, но он так похож. Так, и теперь давайте так на минуту. Есть ли у вас, появились ли у вас какие-то вопросы по этой части? То есть, первое, что мы узнали, это память фрагментирована. Может, кто-то может оспорить это или хочет... Так, можете по партисипансу выкупать, я не могу. Так, если нет идеи, то... Так, а тут у кого-то микрофон? Айганым, можете, пожалуйста, выпечить спасибо. Или кто-нибудь... Все, спасибо. Так, есть ли у вас какие-то вопросы по этому поводу, фрагментированности? Если нет, то давайте на вторую характеристику, она тоже очень важная. И для начала я хотел бы вас ознакомить с этой женщиной. Американский когнитивный психолог и специалист в области изучения памяти. Основной сферой ее научных интересов является проблема пластичности человеческих воспоминаний. Примечательно, что еще Элизабет Лофтус работала в качестве судебного эксперта. В ее книге, ну, одной из ее книг, она даже этому... Она писала, что примерно в 100 рассматриваемых случаях в США около 40 или 50 показаний свидетелей были ложными. То есть они верили, что они говорят правду, но на самом деле их как бы память подвела. Еще она занимается довольно, по мнению некоторых людей, неэтичным ремеслом. Она изменяет память людей. То есть вам нужно хорошее воспоминание в детстве, вы можете к ней обратиться, и она сделает хорошее воспоминание в детстве, если такого не было. То есть это вторая характеристика, о которой мы поговорим. То есть у нее есть много работ, и последующие две характеристики будут основаны на ее работах. То есть вторая — это целенаправленность. Вот у нас память, она... Условно, в этом эксперименте, который она провела, было, они хотели реконструировать, то есть по памяти автомобильную катастрофу. Сначала людям показывали видео о том, как две машины сталкиваются. И потом их спрашивали, проводили опросник, и просто вот так спрашивали. И в зависимости от того, какие слова использовали, ну, испытуемые, то есть вот сидит испытуемый, и я его спросил, как вы думаете, какова скорость машин, которые столкнулись? Или потом, какова скорость машин, которые просто ударились? Или прям, какова скорость машин, которые просто соприкоснулись? И все эти люди смотрели одно и то же видео, но давали совершенно разные ответы по скорости. То есть в зависимости от вопроса человека, даже если это одно видео, зависит их ответ. Если мы скажем, что они просто сконтактировали, то скорость она на 10 примерно километров ниже, чем если бы они столкнулись. То есть первая характеристика — это то, что в зависимости от вопроса, от того, как мы его задаем, у нас могут быть разные воспоминания, то есть меняться воспоминания. То есть да, у нас воспоминания формируются под задачу. Вот это вторая характеристика, которую надо запомнить. Поэтому вот нам и часто говорят, не задавать более таких предвзятых вопросов. Условно, если задать человеку, там, у тебя же все хорошо, да? Ну, подумай, да, хорошо, потому что вы задали контекст, в котором нужно, в принципе, отвечать хорошо. И третья характеристика тоже и на ее работах основана Элизабет Лофтус. Элизабет Лофтус потерялась в магазине в 995 году. На самом деле нет. То есть этот эксперимент были где-то около десятки добровольцев, которым рассказали три воспоминания с детства настоящие. То есть они до этого спрашивали родители, проводили условные исследования, биографии этих людей. И они давали этим людям три воспоминания с детства правдивых и одно воспоминание с детства фальшивое. И примечательно то, что эти люди, около 25% этих людей, они начали, они поверили в то, что у них вот это, они не смогли выяснить, во-первых, то, что у них вот это воспоминание. То есть именно это воспоминание, оно касалось того, что они потерялись в детстве в магазине. То есть довольно яркое эмоциональное событие. Они не могли из четырех воспоминаний опознать вот это воспоминание, что они потерялись. Около 25% людей. И самое интересное, что эти люди, они не только не смогли это опознать, ложные воспоминания. Они также не смогли, они также просто начали приукрашивать это воспоминание. То есть они делились дополнительными деталями, как это было, может кто-то рядом был, может какой-нибудь дяденька помог и так далее. То есть они даже приукрасили свои воспоминания. И вот это коротко о трех штуках. То есть если мы возвращаемся к нашему схеме, то есть у нас есть мозг-парламент. И он хранит некие воспоминания. Воспоминания, в свою очередь, имеют характеристики фрагментированности. То есть гипоталамус собирает воспоминания, но она хранится в разных местах. Целенаправленности, то есть на то, в каком контексте задается воспоминание. Или тут, знаете, влияние контекста – это даже не просто вопрос, но ваше воспоминание будет зависеть даже от того, какие эмоции вы испытываете. То есть в какой среде находитесь и так далее. То есть они значительно могут меняться от контекста. И пластичность. То есть эти воспоминания, их можно в принципе создать. То есть мы можем создавать пложенные воспоминания, и это не что-то такое статичное, как говорилось ранее в кинопленке. И теперь я бы хотел вместе с вами провести упражнение. Два нарратива. Вот это фото, наверное, надо скинуть в Телеграм или куда-нибудь группу, чтобы было вам удобнее смотреть. Потому что сейчас мы разобьемся на несколько групп. Первое. К слову, кто-нибудь может написать Таиру? Он сейчас должен в WhatsApp написать. То есть упражнение два нарратива. То есть Агерим, генеральный директор дизайнерского агента, собирается уволить одного из дизайнеров Абылая. Незадолго до этого они серьезно поругались. Тогда Абылай сам решил, что увольняется. У каждого участника есть свое видение конфликта. Агерим думает. Он все три года плохо работал. Я для него создала все условия. Он постоянно срывался в сроки. Со всем коллективом переругался. Ко мне относился без малейшего уважения. Всегда опаздывал. Много брал больничных. Работу свою хоть и делал, но не хотя. Без особого энтузиазма. Ну просто ужас какой работник. Дизайнер Абылай думает. Я вечно работал сверхурочно. Мне за это никто не доплачивал. Первое время я выкладывался на полную, но Агерим игнорировал мои старания. Зарплату не повышали, в отпуск не отпускали. Не относились по-человечески. Приходилось работать в одной команде с придурками. В условии не создавали никаких. Даже во время болезни приходилось выходить на работу. Да, словно ужасно ему там, в общем, работается. И теперь мы должны разделиться на группы. На прошлом занятии мы изучали, как сознание влияет на объяснение. А сейчас мы узнали о том, как у нас вообще создаются ложные воспоминания. И вообще, какие у нас с памятью могут быть проблемы. И, используя все эти знания, попробуйте предположить, в чем причина этого конфликта. Опирайтесь только на ту информацию, которую... Может, объяснение в группе сейчас выяснить, почему или как вообще это работает. Почему Абулай говорит одно, а Агерим другое. Так, и сейчас нужно деление на breakout room. Сейчас. Таир тут. А, организация. Сейчас. Таир. Так, make a host. Я вроде дал организацию. Можешь примерно разделить по три человека на одну комнату. И сейчас, прежде чем разделят, я хотел бы сказать, что у нас примерно на упражнение будет выделяться 15 минут. То есть первые 3-4 минуты вы просто записываете свои мнения о том, почему Агерим себя так ведет и почему Абулай так себя ведет. А остальные 10 минут вы должны будете в группе, как обсудить ваши мысли по этому поводу. А потом мы вернемся обратно на наше занятие, лекцию. Так. Если, в принципе, зашли все... Так, все зашли? Было 17, кажется, человек. Ну, давайте тогда продолжим по тому, как вообще все... Продолжим по тому, как все прошло. То есть, ну, вот вы выполнили условное это упражнение и так далее. Какие у вас по этому поводу мысли, что вы вообще, к чему вы пришли, к другие группы, какие у вас идеи появились, может, вы с чем-то не согласны, может... Ну, любые ваши мысли по этому поводу. Вот, смотри. То есть, они одну и ту же информацию преподнесли двумя разными путями. То есть, они говорили про одно и то же, но у них был контекст другой. А Кирилл утверждала, что Аббай плохой работник, Аббай утверждал, что он хороший работник. Это единственное, что отличалось в их тексте. То есть, как это можно сказать? Они преподнесли информацию специально так, чтобы обвинить друг друга. Там были просто противоречивые вещи. Например, она говорит, что он всегда брал больничные, да, много, и что она ему как бы разрешала их брать. А он говорит, что он, даже когда болел, ему приходилось работать. Она говорит, что все время он плохо работал, все три года, а он утверждает, что вначале он выкладывался на полную. То есть, противоречат оба, и кто-то из них откровенно лжет. Ну, а как думаете, ну, дальше кто еще хочет поделиться? Я хочу добавить, и я вот, если вот так пора мыслить, мне кажется, вот эта ситуация, скажем, травма, стресс, и это как защитный механизм. Например, Апплани хочет, возможно, да, Апплани хочет признавать, что он на самом деле является плохим работником, и придумывает себе какие-то сложные воспоминания, чтобы как-то оправдать себя, оправдать свои действия, и чтобы в дальнейшем он не терзал себя, не говорил, вот, меняю волю из-за этого, из-за этого. А Айгерим, возможно, если она здесь врет, она, возможно, стервозная, какая-то начальница, которая увольняет всех подряд и просто хочет видеть, но чтобы не быть некомпетентной девушкой, скажем, да, которая, ну, непрофессиональная, которая повела себя непрофессионально, она тоже придумывает себе ложные воспоминания. Здесь мы можем просто загадать, кто врет, а кто нет. Ну, по сути, да, ну, вот, ой, главное, а, сейчас, секунду, тут у нас проблема немного. Может ли кто-нибудь начать запись делать? Таир или Артур, или... По-моему, она идет, здесь стоит значок записи. А, стоит? Да. Тогда окей, все хорошо. Да, как окей. И, то есть... Так, Тан, до Стан еще хотел поделиться? Мне кажется, тут не прикол в том, что кто врет, а кто нет. Дело в том, что, как было в начале лекции, память, она не как пленка идет. То есть чувак не запоминает все. То есть, например, момент, где он работал сверхурочно, может быть, всего лишь момент, где он работал больше, чем надо, а он работал, условно, может быть, из-за того, что он не успевал по своим срокам, которые сказала Айгерим. То есть, Аблай мог не вспомнить то, что он и за себя делает эту сверхурочную работу, которая не платится. И, типа так, и прикол в том, что тут никто не врет, а каждый видит свою правду, и каждый гиперболизирует, как он хочет. И вот хорошие, в принципе, у вас всех выводы. То есть, главное, с концептами, в принципе, все связали. И смотрите, а теперь просто чисто так, на уже больше своем опыте даже Аблая, вот как думаете, если он не знает о том, что то, что он говорит, он искренне считает правду. То есть, так его мозг работает, ему такие дают данные. Он искренне считает это правдой. И как думаете, поможет ли это ему в жизни, если он дальше будет придерживаться такой стратегии или условно не знать о том, что он, для него это правда, но он на самом деле не знает, что она под контекст создана. Что будет, если у Аблая не получится это узнать или как-то делать на этом выводы какие-то? о дизайнере нынешней популярной профессии? Найдет другую работу. Димаш? Я не совсем понял вопрос, честно говоря. Ну вот смотрите, условно, есть то, что, в принципе, сейчас мы прошли и знаем, то, что у нас воспоминания создаются под контекст, и то, что они, ну, такие, легко меняются, трансформируются. И Аблая этого, допустим, не знает. И как это то, что его незнание может повлиять на то, как он будет себя вести даже не на работе, а с другими людьми и так далее? Как это будет с ним происходить? Какие у него будут проблемы? Может, это будет лучше? Полагаю, что на первое время это будет довольно неплохо, по той причине, что его эмоциональная составляющая будет целостной. Он не будет паниковать, не будет психовать из-за этого. Соответственно, он будет более-менее счастлив. И его состояние не будет отрицательным, скажем так. Но со временем, если он будет очень... Это будет прозрительное время, допустим, полгода-год, и появится человек, который возьмет и ткнет прям пальцами ему, что это плохо, то, что ты делаешь, да? Тогда есть два пути. Что либо его мир полностью перевернется, либо он упадет в депрессию, а судя по кейсу, он, скорее всего, слабый человек, и он, скорее всего, упадет в депрессию. Либо второй вариант, что он соберет со своими силами и сделает все, чтобы это больше повторялось. То есть, если он... Все зависит от его силы воли. Но судя по тому, что он уже придумывает себе отмазки, я сливаю, что у него сильная воля. Да, и, в общем, ну, ты прав, что в долгосрочной, в краткосрочной облайв, да, будет хорошо, он будет себя вести, ему будет очень комфортно с этим. Но именно в плане того, что даже, условно, карьерного роста, развития отношений, такая стратегия, она может ему обернуться боком. Также вы можете вспомнить даже свои случаи, когда вы с кем-то, может, сильно ругались. Нужно понимать, что в таких ситуациях, даже, условно, вы, даже зная вот эти, ну, тем более не зная, но даже зная эти знания, вы все-таки, может, обвиняете человека в том, что, по сути, в вами выдумано или утрировано. Обычно такое бывает при первых, там, взаимоотношениях, когда парень, девушка, они друг с другом расстаются, и начинается такое баллада, что, вот, ты мне, я тебе столько сделал, ты мне ничего не сделала. Ну, то есть, воспоминания, они под ситуацию, просто под контекст адаптируются. Так, и давайте сейчас мы перейдем к другой, немного теме, которая этого касается, но поэтому будет связано ДЗ, поэтому слушайте внимательно. Так, ну, и мы вернемся к вопросу насчет мышления. Вначале я говорил, что такое мышление. Вообще, что за него может отвечать? В 1997 году Гордон Шульман провел эксперимент, точнее, он случайно обнаружил. Человек сидел в этом томографе, вон там на снимке, и просто сидел и решал математические задачи. В это время Гордон Шульман смотрел на его снимок мозга в онлайн-режиме, и просто вот наблюдал. И самое интересное, когда Гордон Шульман забирал у человека задачи, ну, менял там, допустим, задачи, он заметил, что в этот момент у человека, то есть, когда он не занимался решением этих математических задач, у него ярко вспыхнула башка. То есть, на вот этой энцефалограмме у человека подсветились многие отделы мозга. И это очень контринтуитивно, потому что мы думаем, что человек же вроде как мыслит, он как бы все делает, он как бы старается, у него голова кипит, но на самом деле энергии этот режим работы, когда вы решаете какие-то задачи, это потребляет намного меньше. Потом Гордон Шульман все это рассказал общественности, и его благополучно высмеяли и сказали, что он вообще ненаучный подход, ну и вообще-то, да, у него были проблемы с этим, когда он рассказал это общественности. Потому что это означало, что когда мы просто так ходим и ничем не занимаемся, у нас голова чем-то занимается. Но потом в 2001 году Маркус Рэйчел доказал выводы Шульмана и назвал это система мозга. Дефолт это как, да, пассивная сеть мозга, она работает тогда, когда мы ничем не заняты. И, ну вы знаете, что мозг составляет 3% от массы тела, но потребляет 20% энергии. И примерно 15% этой энергии приходится на дефолт-систему мозга. То есть она, это именно система, она очень энергозатратна. И там, по сути, и происходит наше мышление, как таковое. И для начала, вот, сейчас мы начнем больше углубляться в то, что такое дефолт-система мозга, поэтому я бы еще хотел вас спросить такой вопрос. Помните, я вам говорил, что мозг 200, а сознание 3, и так далее. Есть ли у вас сейчас какие-то мысли, почему 200, и почему 3, почему именно 200? Ну, и может, как-то это связано с числом дамбара. Вот, это как, какая-нибудь загадка. Как связаны обезьяны число дамбара и цифра 200? А что такое число дамбара? Это 200. Число дамбара это 200. Это еще и связано с обезьянами. Есть ли у кого какие-то предположения? Безумные? Любые? Может, 200 из обезьян делали что-то бессознательное и только 3 типа подумали и сделали что-то? Ну, 200, как я говорил ранее, 200 это как, когда я говорил о 3, я вам говорил же о 3, там была змея, слон или еще кто-то, змея, единорог, пингвин. И это было 3, то есть 3 объекта, и мы можем только 3 объекта удержать. И в этом ключе 200 получается. Что означает? Что это означает? Если 3 усознания это объекта, который мы можем удержать в сознательном, то есть подсознание может удержать 200 объектов. как это в принципе примерно выяснялось, да, забавно, то есть видите, какая разница, если условно сознание может 3 аспекта ситуации рассмотреть, то подсознание примерно в 200 плюс-минус рассчитывает. Как это вообще происходило? Есть такой исследователь Дамбар, и он рассматривал как разные животные как формируют стаи и так далее. И он просмотрел, что если так посудить, то человек это одно из животных, у которых очень большая стая. И примерно размер этой стаи в среднем 200 особей. То есть обезьяна Homo sapiens, когда мы были, мы сейчас являемся Homo sapiens, он может образовывать стаи в 200 приматов. Но что будет, если стая вырастет? Как думаете, есть предположение? Если стая вырастет больше 200, что произойдет с этой стаей? Она поделится? Да, она поделится. И по сути это очень интересно. И некоторые животные, допустим, некоторые обезьяны, они могут сформировать только 100 или 150 в стае. Но у человека это одно из самых больших чисел, вот 200 приматов. И по сути вот эти 200 приматов мы потом связали с тем, как работает дефолт система мозга. Получается так, эти 200 людей действуют как процессоров. И условно смотрите, у нас в сознании есть три объекта, и мы три объекта можем только держать. В подсознании у нас имеется 200 объектов, но почему 200? Потому что мы можем создавать стаи у 200 людей. И соответственно наша дефолт система мозга, которая отвечает за мышление, она построена на том, насколько сложны у нас социальные связи. То есть насколько сложно мы воспринимаем человека, то есть многогранно и так далее. То есть в противоречии к этому можно сказать, что если людей воспринимать очень шаблонно, условно ходить и говорить, он так поступает, потому что он там лев, дева или что-нибудь такое говорить, шаблонное восприятие, то у нас это не будет сложности того, как мы воспринимаем людей. А это в свою очередь приведет к тому, что вот эти у нас 200 процессоров в голове, которые обрабатывают, они тоже будут довольно примитивными. И вот это довольно интересная штука. И получается вот эти 200 процессоров как изначально они нужны были для того, чтобы человеку просчитывать социальные отношения. Почему 200 приматов, то есть примат, мы очень иерархичные существа. И примат постоянно думал о том, как как бы кому кого почесать погрумить, кого наоборот фыркнуть и так далее. И все это дело человек ну как приматы они очень сильно рассчитывали в голове. То есть поэтому у нас 200 вот этих процессоров завязаны на этих людях. Потому что это использовалось для того, чтобы просчитывать отношения с другими людьми в стае. Чтобы тебя не выгнали, чтобы у тебя была поддержка и так далее. Это было жизненно важно. Но потом вот по сути вот эта штука для этих процессоров в них можно загружать не только людей, то есть не только людей. Люди это как база и можно ими думать. Но в эти процессоры можно загружать и любую нужную информацию. есть допустим то же самое как Эврика. Как создавались научные труды. То есть у людей допустим какого-то ученого очень сильно было достаточно была развита дефолт система мозга. То есть он воспринимал людей сложно. Возможно даже неправильно, но сложно. То есть он думал как-то много и сложно о людях, но может это было и неправильно. То есть неправильные выводы приводили, но главное тут сложность помышления. И он об этом думал, а потом брал и начитывался какой-нибудь физики до математики. После этого на вот эти сервера на протяжении 5-10-15 лет он начитывался физики и математики. На эти сервера потом загружались эти данные. есть и в какие-то моменты он бессознательно, то есть когда ничем не занимался, приходил к таким вот выводам Эврика. То есть эти сервера давали какой-то у него результат. Нет, стать гением это по сути можно, но вы все равно должны воспринимать людей сложно, даже если находитесь на изоляции. То есть если набрать эту систему вот эти 200 серверов какими-то идеями целенаправленно, то можно получить результат. и для того, чтобы DSM начало думать, то есть время загрузки данных на сервер о проблеме и задачи, это минимум является 23 минуты. То есть если вы условно прерываетесь до этих 23 минут, то у вас как сказать, вылетает загрузка и режим сбивается, то есть у вас не идет мышление. Поэтому условно важно, что когда вы занимаетесь чем-то, условно обучаетесь и так далее, чтобы у вас не было рядом отвлекающих факторов. Потому что если вы будете отвлекаться каждые 10-15 минут даже на телефон и так далее, на что-то другое, то у вас DSM она не сможет загрузить данные. И у вас не начнется по сути процесс мышления. Это важно думать. И по сути, что такое умственная жвачка? Сейчас это уже к теме упражнений. Или давайте сначала я коротко спрошу о том, может, как вы поняли вот эту тему? Как вы поняли тему дефолт системы мозга? Может какие-то у вас есть мысли? Может что-то непонятно? Буквально 1-2 минуты. Есть вопросы? или хотя бы что вы узнали нового? Можно вопрос? Да. Учитывая факт, возможно, неправда, но скорее всего правда и в принципе по логике, то, что мозг может сконцеллироваться на одной значе не больше, чем на 7 минут. Как можно уделить этому 23 минуты, если только 7 минут будут активными? Ну вообще я точно не знаю, может ли на одной задаче 7 минут. есть другие данные, что проходит 60-90 минут, если мозг занимается одним и тем же, то у него падает концентрация. так, то есть я не уверен насчет этих 7 минут, но мы просто знаем точно, чтобы загрузить данные в эту дефолт систему мозга, нужно 23 минуты минимум концентрации, полной концентрации. То есть полная концентрация, это вы сначала поглощаете информацию, потом ее немного отдумываете, то есть думаете о проблеме. вот так. Я не знаю, это ответило или нет. У нас сознательно в распоряжении есть только три сервера, которыми мы можем управлять, то есть три единицы это условно вот, как я сказал, это наш пингвин, кони и змея, то есть мы можем только три объекта сознательно управлять, но в подсознании у нас находится 200 серверов, которые мы не контролируем напрямую, но которые отвечают за наше мышление. и так. Ну вот, и чтобы загрузить в эти 200 серверов мышления какие-то задачи, чтобы она озадачилась, начала думать сознанием, то есть этими тремя серверами нужно концентрироваться на задаче примерно 23 минуты минимум. Вот, есть еще вопросы тема довольно непростая, но мы к ней будем еще возвращаться, потому что есть еще два режима других работы мозга, которые тоже представляют такой интерес в плане для жизни, я бы сказал. Ну давайте перейдем к проблеме умственной жвачки. То есть у нас, как вы вначале говорили, есть проблемы ссоры постоянно возникающие мысли, ну там про дедлайны и так далее, ваша дефолт системе мозга, то есть ваша DSM, она сейчас крутит эти задачи, она не может их решить, потому что в среднем, то есть она как бы начинает только задумываться, вы концентрируетесь на этих мыслях 10 секунд, то есть человек в среднем концентрируется на вот таких пролетающих мыслях всего 10 секунд, то есть это от 23 минут очень далеко и зачастую еще там используется объяснение, то есть вот возникает мысль насчет какого-то дедлайна или проблемы, дается вам какое-то простое объяснение, ну там у меня просто недостаточно силы воли, и все, то есть на этом мышление ДСМ заканчивается, но так как проблема важна для вас, то есть она как-то на вас влияет, ДСМ все еще думает, что это важно, но нет решения, то есть объяснение, и у вас постоянно начинает крутиться эта штука, эта мысль. Поэтому мы сделаем, мы сначала мы поэтому по умственной жвачке сделаем упражнение о том, как примерно нужно, что нужно делать с такими мыслями, потому что эти мысли, они не только циклично крутятся, но они забирают огромную часть вашей энергии, то есть потом у вас меньше энергии на другие дела. Да, то есть она будет крутиться, пока вы не найдете решения, и эта проблема не станет важной. Ну, условно, если у вас мысли крутятся о дедлайнах, а потом вдруг настал зомби-апокалипсис, вы уже не будете особо думать о дедлайнах. У вас появятся другие заботы, но пока вот это есть, скажем так, контекст, в котором вы находитесь, вот учеба в университете, вы постоянно будете об этом думать, и если эти мысли не приводят к действиям, то они как-то постоянные, то есть шаблонные постоянные мысли, которые не дают покоя, то это уже умственная жвачка. И давайте для начала краткое резюме, то есть в начале у нас была такая схема, потом мы развили, то есть насчет воспоминания, сказали фрагментирование, целенаправленность, пластичность, потом бессознательная исключает в себя дефолт системы мозга, по сути, является такой огромной сетью, которая 200-200 серверов, которые бессознательно все просчитывают, и отвечает за мышление, и требует 23 минуты концентрации на загрузку данных. И DSM, она проявляется иногда в умственной жвачке, то есть когда у вас мысль какая-то постоянно крутится, но нет решения, нужно есть в этой мысли еще объяснение обычно, то вот это умственная жвачка. И сейчас мы перейдем к моменту решения, то есть как нужно выписать умственную жвачку, и как это сделать, я сейчас расскажу. И это является домашним заданием. Это важно, потому что это что-то отнимает у вас много энергии. То есть возьмите ручку и бумагу, сядьте за стол и позвольте вашим мыслям поблуждать, если не получается, просто пройдитесь по комнате. В вашей голове будут вспыхивать разные воспоминания, какие-то люди, с которыми вы находились, так скажем, в дискуссии, некие ситуации, которые требуют вашего участия, дела, которые вы должны сделать, но не знаете, с какого конца взяться, и другие там мысли. Да, заканчивается. А, так, сколько осталось? Как только мысль возникла, записывайте ее и продолжайте блуждать, пока не займете следующим. И со временем сейчас я оплачу, ускажите мне. У вас появится список некий, умственный так, Димаш, можешь микрофон выключить? То есть со временем у вас появится список того, что вы надумали. То есть когда в более-менее будет пусто, тогда значит изменение выполнено. И надо рассказать о своих ощущениях после выписывания умственной жвачки. Так. И опять-таки скинуть на почту до следующей лекции. Потом будет уже два упражнения. Если их не будет, то с определением вы не сможете присутствовать на последующих. Так. И вот все. В целом на этом лекция закончена. И есть ли у вас какие-то вопросы по домашнему заданию? Слайды мы вот эти по ДЗ скинем в Телеграм. Есть ли вопросы? на фоллбрейке будут лекции? Интересный вопрос. Я не знаю, можно в принципе можно, зависит от количества ДЗ, которое вы выполните. И наверное, я бы сказал высоковероятно. 65-70% вероятность того, что будет на фоллбрейке. Так. Есть ли другие вопросы? мысли и так. Ну, если нет больше вопросов, в принципе, тогда все, получается. Всем спасибо за участие на лекции на лекции. надеюсь, вы выполните это упражнение, потому что это важно, это занимает вашу какую-то энергию, и важно знать, что это как упражнение, оно может индайдрект или не совсем прямым способом повлиять на вашу жизнь успевать. Больше энергии, больше возможностей. Так. Ну, тогда все. Запись будет доступна также. Вот. Все. Спасибо всем за участие и пока. Спасибо, пока. спасибо вам большое. До свидания. Продолжение следует...